Всем салям, друзья! Салям! Вас приветствует канал YouTube-Тейка о жизни в Казахстане. Как вы помните, наш последний сюжет был посвящен прощанию с нашей мамой, да? И Манда Болсом. И вот сейчас мы хотели обсудить различные темы. Эля, пожалуйста, озвучь. ПЦР. ПЦР. И вот мы увидели, что пришли результаты. Мы их пока не видели. Смотрим результаты на сайте Домумет, да? Есть у нас ссылка. И сейчас у нас будет такая реакция на то, каков будет результат вот этого ПЦР-анализа на коронавирус. Ну что, смотрим? Так, у тебя что? Положительное. Положительное? Друзья, и у меня тоже положительный результат. То есть, получается, у нас коронавирус, да? Вот. Ну, конечно, мы до последнего момента надеялись, что будет отрицательное, да? Но, к сожалению, вот мы, получается, заразились. Ты сможешь продолжать? Угу. Да? Нормально? Да, нормально. Продолжаем. Вот. Ну, в общем, как сказать? Ну, в шоке, конечно. Но мы стараемся себя сдерживать. Как сказать? Ну, вот, видимо, на фоне того, что после похорон мы в таком состоянии и как бы уже какое-то, да, безразличие в какой-то степени. Поэтому мы так вот, такой бурной реакции у нас нет. Мы спокойно это восприняли. Ты как спокойно, да? Я тоже спокоен. Вот. В целом, как получилось? Мы этот ПЦР-анализ сдавали. И вот сейчас пришел вот этот результат. Это, как сказать, вы сейчас, наверное, увидите картинку. Я вам покажу. Вот он, этот результат. Вот так он выглядит. Ну, кое-какие детали я убрал, да? Вот. То есть, вот такая вот у нас ситуация. В целом, конечно, получилось так, что мама, я так понял, что, ну, как она, заболела коронавирусом. И в итоге, как бы мы все дома, да? Это была высокая вероятность. Поэтому, в целом, если взять то, что такой результат, ну, в принципе, да, в одной комнате, в одной квартире, неудивительно. Следующая тема. Похороны. В общем, могу сказать, что мы спокойно восприняли результаты ПЦР-анализа на положительно. Похороны, да? Это вторая тема. В общем, они состоялись 8 июля. В общем, получается, зерат или кладбище, да, чтобы было понятно, по Ерементауской трассе рядом с поселком Куэнде. Это недалеко здесь у нас столица Казахстана. Вот. Вот, как они вообще в целом проходили, вот видео, которое было, в предыдущем можете посмотреть, коротко, да? Мы там много не показывали, но вот комментарии дадим. Получается, там был такой вот ящик, да? Гробом не могу назвать, но такой вот ящик. Оцинкованный. Оцинкованный внутри, снаружи он как типа картона. Вот. В нем, получается, мы перевозили мид, то есть, да, тело нашей мамы. Вот. Что еще? Мы забирали его прямо сразу из морга центральной дорожной больницы, да? Вот. И вот, как сказать, с одной стороны, благодарность врачам, да? Они очень разбираются в религиозных, в этих вот моментах. Просто, видите, у нас получается ограниченное количество людей должно быть. И туда, естественно, много людей не запускают, да? Там было только три человека. Два человека, которые занимались выносом тела, да? И одна моя тетя, да? Ну, мы все контактные, то есть, как бы, поэтому лишних никого мы не допускали, да? Вот. И, кстати, у нас было всего 10 человек. Вот. Все вместе родственников, которые мы и так контактировали. И, ну, все меры безопасности мы предприняли. Вот. В общем, получается, зашли в этот морг, и там заведующая нас встретила. Помогла, значит, ну, сначала мы сделали опознание. Тело было в таком черном мешке. Вот. Открыли лицо. И вот здесь вот, честно сказать, ну, Элли там не было. Тетя моя была, она старше. И вот, получается, я увидел впервые улыбку. Ну, вот, посмертную, да? И даже сама заведующая сказала, посмотрите, у нее на лице улыбка, да? Ну, такое отрасслабленное лицо было, полное спокойствие, умиротворение. Вот в таком я виде запомнил лицо своей мамы. Вот. Ну, она похудела, конечно. Вот. Морщины все разгладились. И вот таким образом. Ну, естественно, я попрощался, поклонился как сын единственный. И далее мы стали оборачивать тело по нашим обычаям в акрет. То есть, вот, тело было вот в этом пакете током, да? Я не знаю, как он правильно называется. И акретом полностью обернули все. И сама заведующая нам подсказывала тоже. Вот. И далее, что? Вот в этом вот специальном таком ящике, внутри оцинкованной, как я и говорил, снаружи вот такой деревянный, картонный, мы его и транспортировали. Вот. Что еще могу сказать? Все мы полностью, и даже те люди, которые хотели попрощаться, а это моя племянница, она стояла снаружи, и Эля тоже, были вот в этих специальных защитных костюмах. Что из себя представляет защитный костюм? Вот, да? То есть, по требованиям СЭС, ну, иначе бы и не выдали тело нашей мамы, получается защитный костюм. Он, насколько я помню, 3800 тенге обошелся. Так, далее. Респиратор, по-моему, 2000 тенге. Потом были бахилы, обязательно, да? Перчатки были, да? Вот. И вот в таком вот виде, я надеюсь, я больше ничего не забыл. Вот в таком виде мы были одеты. Это все вот, да? А, и еще защитные очки, да. Вот. То есть, вот в таком виде. Так мы и транспортировали. Тело там. В итоге мы отдельным такси вызвали, пригласили имама. Он прочитал Куран. И далее мы уже осуществили захоронение. Мы старались максимально далеко друг от друга держаться. И вот, как я и говорил, у нас вообще и на самом погребении, и, как сказать, поминки, да, дома вот, по-русски. Ну, у нас вот традиция, да. Только были 10 человек. Те, которым мы и так контактировали, и там лишних никого не было. Следующая тема. Самочувствие. Самочувствие. Вот, вы знаете, наверное, вы видели видео, как, ну, я хотел еще сказать, что мама у нас, и мант был сын, да, еще раз. Мант был сын, да, и мант был сын. Вот, такой аппарат, вот так вот он выглядит. Он одевается на палец, и измеряется пульс и уровень кислорода в крови. Насколько я понял, уровень должен быть около 95. Вот я сейчас при вас включил, я вот так повернул, чтобы вы видели. Вот, там цифры не загорелись, нет? Нет еще. Еще нет. Ладно, Амира. Так, вот ждем. Он определяет. Вот, видите, 96. Это норма. Ну, пульс, я тут не смотрю сейчас данного, нас интересует именно показатель уровня кислорода в крови. Эля, давай ты тоже. Давай вот на этот палец, или на вот этот, без разницы, наверное. Вот. И вот так вот покажи, пожалуйста. Так, нажимаем. Уровень кислорода в крови у мамы был 88, насколько я помню, я так на память. Ну, то есть, получается ниже необходимых показателей. Здесь, видите, у Эли тоже 98. Почему я это показываю? И это, на самом деле, наверное, мне кажется, один из самых главных показателей. Потому что вот этот вот коронавирус, он, если добирается до легких, получается так, что он мешает проникновению кислорода в кровь. Да? То есть, легкие перестают функционировать так, как они должны функционировать. Вот. Это одно из его проявлений. То есть, сейчас у нас уровень кислорода в крови, он в пределах допустимого. Но у меня по этому поводу могу сказать, что мне кажется, мы просто переболели. Это остаточное. Потому что, да, 7 июля, когда мама вышла погулять и кушали мороженое, они сняли маски, соответственно. Я так понимаю, они тогда и заразились. Они были в перчатках, в масках. Мы долго думали, когда это могло произойти. Но я так думаю, это было именно таким образом. Потому что и мой сын, который тоже прогуливался вместе с ней, и мама, и вот моя тетя, которые, они все одновременно и заболели. А я не мог понять, как это так. В общем, в итоге выяснилось, что они кушали мороженое. И, соответственно, естественно, сняли маски. И вот заразились. А до этого, все эти месяцы, мама просто гуляла с папой, да, так вот. Ну, соблюдали режим вот этого карантина. Ну, как они гуляли? Очень редко, когда разрешение дали, вот. Когда не разрешали пожилым людям, они и не прогуливались. Вот. То есть до этого момента было все нормально. Вот. Следующая тема. Мысли. Какие мысли возникают на этот счет? Я, наверное, первый начну. Так, ну вот, есть ли, допустим, первое, да, коронавирус – это опасная болезнь и смертельная болезнь. Боюсь ли я смерти? Честно сказать, я смерти не боюсь. Вот. Я просто желаю, чтобы, ну, мои вот дети, чтобы у них все было нормально. Вот. Ну, естественно, хочется пожить еще и поставить их на ноги. И, как сказать, пожить свою жизнь столько, сколько уготовано, столько и будет. И с этим ничего не поделаешь. Вот. То есть, например, мы по нашей маме очень скучаем, ее не хватает. Ну, вот, просто ничего невозможно сделать. И вот у нас тоже не принято даже и плакать, вот, да, рыдать и плакать, вот, по нашим обычаям. Когда продолжаем в последний путь, себя сдерживаем мы. Но в душе, конечно, мы очень сильно переживаем. Я ее единственный сын, повторяю, вот. 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 73 года, и у нее еще был, получается, мущережас. Это, как бы, переходный возраст, да, вот мусульмане, вот казахи, я так понимаю, поймут, да? 73 года. Я надеюсь, что я не ошибся, что я мущережас 73 года. Каждые 12 лет вот цикл идет. Я сейчас не стану вот это вот. Так я слышал от родственников, что у нее мущережас более старше. Вот. И вот она не смогла его пройти. Вот. Самочувствие в целом и о мысли вот такие вот. То есть, ну, мы надеемся, что все будет у нас нормально. Вот. Папа вот тоже, да, нормально себя чувствует. Получается, мы переболевшие, но бессимптомно. Буквально там 2-3 дня, как я говорил, что это, возможно, балкон. Это был не балкон, нас не продуло. А может, продул, он просто проявился, да, ослабился организм. Следующая тема. Пожелания. Пожелания. Ну, в первую очередь, я хочу пожелать здоровья всем людям. Те, которые нас смотрят, за нами следят, вот за нашими выпусками. Нас поддерживают, за это мы выражаем благодарность. Вот. И, соответственно, берегите себя, выполняйте рекомендации, которые говорят официальные представители здравоохранения, ВОЗ. В общем, там, лишний раз, если вы продезинфицируете руки, лишний раз не пойдете в места массового скопления людей, лишний раз оденете маску, будете беречь себя. Если вы это смотрите видео, значит, мы его, как бы, не зря снимали. А также тем людям, ну, если я, не дай бог, ну, так получилось, если они контактные или вот заразились, вот, прежде всего, не стоит паниковать. Вот это самое главное. Когда человек еще и паникует и так далее, это ни к чему это хорошему не приведет. Вот. Берегите себя. Ну, ты, наверное, присоединяешься к моим словам. Просто вы извините, или она, видимо, все-таки внешнее спокойствие, но волнуется человек. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. С вами был канал Юти Бетейка. Субтитры подогнал «Симон»!